Складанные задания для самых талиновитых. Удельники Республиканской Олимпиады по школьных предметах сегодня демонстровали свои веды у практичным туры. Наши корреспонденты наведали одну с пляцовок. Десятиклассник Иван Приходько у восьмую среднюю школу, где проходит Олимпиада по физице, пришел одним из первых. Летостью он уже принимал удел у таких споборництвах и наводо держал диплом третьей ступени. Однако сейчас задания должны быть больше складанными. В восьмом легкая, в седьмом тоже детская. Начиная с девятого сложная уже. В десятом сейчас вообще борьба сильная, потому что все хотят пробиться и как-то показать себя. Наставники кажут, что выиграть даденное интеллектуальное споборництво может далеко не кожны. Каподрихтовать олимпиадника на належном узровне необходно некольки годов. Некоторые предметы зима начинают выучать навод ранее, чем это продуглежено школьной программой. Мы начинаем готовить, начиная с шестого класса. И это целенаправленная работа по заданиям прошлых лет, по заданиям олимпиад российских вузов. Задания олимпиады распроцовываются у Республиканским институте контролю ведов. Менавида гэта и установа рыхтуя питанье для централизованного тестирования. Что пропонують вырышить олимпиадникам у областях, не ведують до часу открытия специальных конвертов. Али одно можно стверждать однозначно – пройти централизованное тестирование больше легко, чем перемахтши на олимпиаде. Здесь задания составляются именно для решения с творческим подходом. И решить их могут на самом деле только подготовленные школьники. Ну, в основном, в общем-то, это те школьники, которые собираются потом поступать в будущем в вузы с высоким уровнем знания математики, физики. Одным из этапов подрыхтовки до олимпиады на Гомельщине стал проведенный в Снежне минулого года областный турнир юных физиков. Обрачат агона ученцы региона приняли удел у некоторых стартах республиканского и сусветного узровня. Додому вернулись с узнагородами, что еще раз подтвердило высокий узровень ведов, которые можно отримать в научных установах Гомельщины. Есть чем гордиться учащимся в Гомельской области. Из последнего стоит отметить участие в первой открытой олимпиаде по физике, которую проводила Республика Беларусь. Она проходила в дистанционной форме, и в ней принимали участие учащиеся в девяти странах. Они пополнили копилку международных медалей учащиеся в 14-й гимназии Лашкевич Олег и Кузьминков Леонид, которые принесли бронзовую и серебряную медали. То есть завоевали бронзовую и серебряную медали. Выники третьего этапа Республиканской олимпиады по учебных предметах станут святыми завтра. Наученцы 11-х классов, которые получают дипломы первой, второй и третьей ступеней, смогут без экзаменов поступить на профильные предметы в региональный ВНУ. По великим рахункам, они станут студентами за паугады до закончения школы.